В далекой системе, состоящей из четырех планет, находится газовый гигант КОЙ-408.05, представляющий для нас особый интерес по двум причинам. Первая из них, планета находится в зоне обитаемости, что уже довольно редкое явление для газовых гигантов. А вот вторая причина происходит впервые в удаленной системе, поскольку на орбите гиганта найден спутник, который и назвали Пандора, номер два. Хм, неужели это действительно иной мир, с удивительной флорой и фауной, населенной разумной гуманоидной расой? Давайте попробуем разобраться, а затем сопоставим факты. Для начала определим, что такое обитаемая зона. Вкратце, это отрезок в пространстве, которые находятся в наиболее благоприятных условиях для жизни земного типа. Пригодность для жизни определяется следующими факторами. Наличием воды в жидкой форме, достаточно плотной атмосферой, химическим разнообразием и наличием звезды, которая приносит необходимое количество энергии. К примеру, рассмотрим нашу Солнечную систему и четыре планеты земного типа. Меркурий, Венеру, Землю и Марс. У Меркурия нет атмосферы, и он находится слишком близко к Солнцу, поэтому не очень нам интересен. Эта планета с печальной судьбой, потому что даже будь у нее атмосфера, она была бы унесена солнечным ветром. В итоге остались Венера, Земля и Марс. Они возникли практически в одном месте и при одинаковых условиях, и поэтому их эволюция должна быть довольно схожей. Сейчас, в начале космической эры, когда человечества продвинулись в изучение этих планет при помощи космических аппаратов, полученные результаты показали экстремально различные условия на этих планетах. Теперь мы знаем, что на Венере очень высокое давление и очень жарко на поверхности, около 470 градусов по Цельсию. Это температуры, при которых многие вещества даже плавятся, или в нашем случае покрываются горящей корочкой. И из первых панорамных снимков поверхности мы увидели, что она совершенно не живая и практически не приспособлена к жизни. К тому же вся поверхность это один материк. С другой стороны Марс холодный мир с потерянной атмосферой. Опять же пустынная поверхность, хотя там есть горы и вулканы. Атмосфера из углекислого газа. Если вода там и была, то она вся вымерзла. На Марсе есть полярная шапка. И последние результаты миссии к Марсу говорят о том, что под песчаным покрытием, реголитом существует лед. И, наконец, Земля. Очень благоприятная температура. Вода не замерзает, по крайней мере, не везде. И именно на Земле возникла жизнь, как примитивная, так и многоклеточная разумная жизнь. Казалось бы, мы видим небольшую часть Солнечной системы, в которой сформировались три планеты, называемые планетами земного типа. Но их эволюция совершенно разная. И на этих первых представлениях о возможных путях эволюции самих планет и возникла идея о зоне обитаемости. Считается, что в нашей Солнечной системе обитаемая зона находится на расстоянии от 0,95 до 1,37 астрономических единиц от Солнца. Мы знаем, что Земля — это одна астрономическая единица от Солнца. Венера — 0,7. Марс — 1,5. Если мы знаем светимость звезды, то посчитать центр зоны обитаемости будет несложно. Границы обитаемой зоны установлены исходя из требования наличия на находящихся в ней планетах воды в жидком состоянии, поскольку она является необходимым растворителем во многих биомеханических реакциях. За внешние границы обитаемой зоны планета не получает достаточно солнечной радиации, чтобы компенсировать потери на излучение. Ее температура опустится ниже точки замерзания воды. Планета, расположенная ближе к светилу, чем внутренняя граница обитаемой зоны, будет чрезмерно нагреваться его излучением, в результате чего вода испарится. Внешняя граница — это уже другая сторона вопроса. Она может быть значительно дальше, когда энергии от Солнца приходит мало и присутствия парниковых газов в атмосфере Марса недостаточно, чтобы парниковый эффект создавал мягкий климат. Как только становится недостаточным количеством энергии, парниковые газы из атмосферы конденсируются, а затем выпадают в виде дождя, снега или в иной форме. Так, например, парниковые газы накопились под полярной шапкой на Марсе. Не стоит забывать и о том, что в нашей Солнечной системе у восьми планет есть примерно 175 спутников, и большинство из этих спутников обращаются вокруг Юпитера и Сатурна, которые находятся, как мы знаем, за пределами обитаемой зоны Солнца. Конечно, планеты, подобные нашему Юпитеру, рассматривать в качестве кандидатов на наличие жизни не стоит. Ведь там нет твердой поверхности, да и творится там полное безумие. Однако вокруг таких газовых гигантов могут обращаться каменистые спутники. Несомненным представителем такого мира является спутник Европа. Потому как, несмотря на то, что спутник расположен очень далеко от обитаемой зоны, Европа полностью покрыта ледяной корой толщиной в десятки километров, под которым скрыт теплый океан. В данном случае благоприятная температура в ее недрах достигается за счет гравитационного приливного взаимодействия с Юпитером, разогревшим океан. Что может таиться в темных водах океана Европы? Если жизнь в нем существует, то она может быть совершенно не похожа на то, что мы знаем на Земле. Возможно, она будет похожа на те организмы, что живут на дне земного океана, никогда не видевшие солнечного света. Это нам еще предстоит выяснить. А теперь представьте, что было бы, если бы Юпитер вместе со своими спутниками оказались на месте нашей планеты, в идеальной обитаемой зоне. Можно уверенно сказать, что миры на этих спутниках в таких благоприятных условиях был бы совсем иным. Стоит заметить, что данные, полученные космическим телескопом Кеплер, обнаружил 121 газовый гигант, который входит в обитаемую зону. Но пока что у этих планет не были обнаружены спутники, кроме газового гиганта Кой 408.05, о котором мы упомянули в начале. Что же мы знаем о нем? А знаем мы следующее. Газовый гигант вращается вокруг звезды, похожей на наше Солнце, но с меньшей массой и радиусом, хотя температура практически та же. Период орбиты гиганта составляет 637 дней. Продолжительность транзита около 16,7 часов, что говорит нам о размере гиганта. Он оценивает, в 4,92 раза больше радиуса Земли. Благодаря этим свойствам, газовый гигант представляет собой теплую планету, подобно Нептун, но в жилой зоне своей звезды. По первым оценкам, наш гигант получает 60% тепла от Солнца. Как и Нептун, гигант вряд ли имеет твердую поверхность или океаны, что не скажешь о его небольшом спутнике Пандоре, размер которого сравнивается с планетой Марс. Что мы вообще о нем знаем? Практически ничего. Так как находка обнаружилась совсем недавно, нужно больше времени на обработку. Конечно, спутник или спутники гиганта могут быть вполне заманчивы, поскольку формы жизни на их поверхности могут получать энергию, как поступающую напрямую от звезды, так и отраженную от их планеты. Однако, с другой стороны, если газовый гигант находится в зоне обитания своей звезды, его луны все же могут быть непригодны для жизни из-за жаркого прошлого. Поскольку на раннем этапе жизни далекой Солнечной системы мощное излучение звезды могло нагревать спутники. Что еще опаснее? Ее может нагревать тепло, запасенное гигантом преобразование и активно излучаемое им поначалу. В целом же, изучение свойств и эволюции спутников газовых гигантов намного сложнее, чем планет. Ведь они находятся под воздействием двух крупных тел, своего гиганта и звезды. Но что является действительно проблемой, так это насколько далек от нас мир Пандоры 2. Поскольку речь идет о расстоянии в 3200 световых лет. Это настолько далеко, что с трудом можно представить. При сегодняшних технологиях современные телескопы пока с трудом удается различить планеты, не то что их спутники. Так что нам нужен серьезный апгрейд. Вот тогда и посмотрим, что из себя на самом деле представляет Пандора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok